весенняя лужа и солнышко мне отражается здравствуйте друзья сегодня 2 апреля у нас также как и у вас весна все тает вот такие вот романтические лужи образуются в низких местах такое местечко низкая тут в основном черная ольха растет около озера озеро еще подо льдом только немножко оттаивает пространство около берега а уже на полях снега практически нет ну только может быть в лесах где-то еще остался и такого половодья в наших местах нету главным образом потому что у нас нету каких-то таких больших рек есть небольшие речушки ручейки возможно они подтапливают чьи-то огороды не без этого наверняка но характера такого бедствия это не носит вот такой у нас еще замечательный лед я пришла и все хочу услышать как трещит тающий лед мне все говорят что должен быть какой-то небывалый треск но я не слышу может для этого должна быть какая-то особая погода не знаю никогда не слышала но все-таки где-то половодье углезлилась и как вы думаете где она углезлилась она углезлилась в моем погребе давайте сейчас посмотрим какое там половодье ну чтобы оценить весь масштаб бедствия надо туда спуститься а для этого надо одеть резиновые сапоги что я и сделала спуститься мне надо обязательно потому что раз в месяц мне надо снимать показания счетчика на отопление и я вам скажу вчера было еще больше воды спуститься потому что отсюда я не то что не вижу мне надо сфотографировать и отправить наши а вот у нас энергии так надеюсь что я тут не потону вот 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 это я видите до каких пор мне доходит возиться когда я начала когда я увидела масштаб всего этого бедствия я конечно же начала звонить во все колокола и мне объяснили что почему но давайте я вам расскажу это потом ой смотрите какая бедненькая какая несчастненькая ты моя хорошая там жабочка сидит вы смотрите я ее сейчас вытащу педалашка ты моя хорошо что я сюда спустилась сейчас друзья мои вначале я сфотографирую показания потом заберу эту несчастную жабу жабочка ты моя хладнокровная замерзшая такая вся несчастная сейчас куда-нибудь я ее в сад а куда же ее в сад куда-нибудь под листья я даже не знаю куда ее девать ну сейчас что-нибудь придумаю ну вот я там в кусты посадила жабочку прикрыл ее листьями она сама прям под листья туда полезла пускай она тут дозимовывает и когда будет тепло она уже будет вылезать хорошо что я увидела а так она бы погибла там бедолашка итак друзья жаба спасена надеюсь что с ней все будет хорошо а я пришла сюда собственно говоря вот в свой огород я буду сегодня распитировать томатики которые такие страшненькие вытянутые но ничего я их сегодня распитирую ну и расскажу немножко про это половодие там подвальное дело в том что когда я увидела все это безобразие я конечно же стала звонить везде где можно приехали люди посмотрели и сказали что не вы одни и что весь город ну или большая его часть так мучается потому что лет десять уже не было такого чтобы вода стояла в подвалах но в этом году прямо у всех это правда я помню еще раньше еще когда я молодая тут была погреба мы не пользовались потому что там стояла вода всю зиму и весну и осень но потом она как-то исчезла ее не было и вот сейчас вроде бы там все забетонировали я была уверена что все хорошо все прекрасно но вот нет почему мне объяснили что много снега и и поэтому много воды но я с этим как-то не очень согласна потому что у нас то снега каждый год ого-го но бывали да бесснежные зимы это было где-то года наверное три-четыре тому назад вообще не было снега а так то каждый год у нас очень снежный этот год никакое не исключение но почему-то именно в этом году но наверное поднялись грунтовые воды я так думаю почему они поднялись но тоже трудно сказать но единственное что мне посоветовали сейчас надо ждать пока все это не спадет кстати уже сегодня воды меньше вчера было больше спадет подсохнет и тогда надо ставить очень мощную гидроизоляцию что очевидно мы будем делать ну вот так что еще одна статья расходов но от этого никуда не денешься потому что так воду нельзя оставлять очень вредно для дома да и погребом тоже надо пользоваться вот это мои перчики растут им уже где-то наверное месяц от роду с того момента как они вообще начали сходить сходят они не спеша растут не спеша но пускай себе растут а потому что вы сами видите что у нас там на улице у нас там еще и снег и мороз заморозки но сейчас уже оттаяло днем а ночью это был минус и в теплицу им идти не раньше чем через месяц а то и попозже так что месяц они еще могут расти ну вот а я начинаю распатировать свои томатики потом покажу вам что получилось ну вот готово дело томаты рассажены и я надеюсь что они так будут расти уже до самой высадки в теплицу опять же говорю не раньше чем через месяц это все произойдет так что пусть растут 30 штук у меня их какую-то часть я пока на полу оставила потому что не хочу вот на этот подоконник тут солнце яркое им сразу может быть не хорошо а завтра я уже посмотрю может быть и сюда поставлю а теперь давайте я вам покажу какие сорта я посеяла посадила ну основные у меня будут вот этот ралли томат ралли томат барберана и бронди вайн желтый их у меня я надеюсь будет больше всего я очень этого хочу ралли и барберана очень похожи единственное что ралли он более ранее а барберана он попозже это такие классические помидоры 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 они урожайные они большие они вкусные такие круглые классные помидоры бронди вайн желтый я в прошлом году его тоже сажала я вам его показывала мне он очень понравился очень крупный помидор прям огромный и очень вкусный ну еще будет золотой ажаровский тоже желтый но будет в единственном числе представлен потому что семена у меня старые я их просто сеяла дабы использовать столько один зашел ну это такой не очень крупный простой желтый помидор и как-то так получилось что у меня не черных с антицианом в этом году аж три сорта будет черные стулы тоже у меня эти семена лежали лежали решила что надо использовать когда-то их сажал неплохой помидор черный принц который я тоже в прошлом году сажала и вначале счет он мне не очень понравился но потом как-то я его рассмотрела мне понравилось то что у него размер плодов он средний нет таких огромных но средний хороший средний размер плодов и он у них одинаковые от самой первой кисти до самой последней и в этом году я попробовала посеять посажу я надеюсь что вырастут мелкие томаты такие гроздевидные черри образные что ли хотя это не черри называется называется тигрина тоже с антицианом тоже темные по описанию очень вкусный очень сладкий ну посмотрим ну вот такие дела друзья мои на этом все на сегодня все мои новости все чем я тут занимаюсь ну и до свидания до следующих встреч посмотрим что там дальше будет что там с этим потопом вселенским у меня будет как будет весна дальше нас радовать или наоборот не радовать поживем увидим в общем то всего самого доброго вам друзья и до свидания а а а а а а а а Продолжение следует...